Недолго радовались. Переезд из аварийных домов в новостройку не принес жителям этого дома долгожданного облегчения. Дом, который начал заселяться полгода назад, уже разваливается на части. Журналисты печатных СМИ нареклеят остроение в поселке Калиново Ивановского района. Избушка лубиная или ледяная. Зимы здесь ждут с содроганием. У нас в коридоре не предусмотрено отопление. Вода у нас замерзает в подъезде. Люди, например, обесточены были. Вот эти три квартиры, они были обесточены, потому что у нас замерз. Вот сейчас мы вынуждены поставить свои двери уже теплые, но это не дает гарантии, что у нас будет тепло в подъезде. Людмила Александровна не перестает удивляться халатности строителей. Она пристально наблюдала за работами еще на начальном этапе. Свай закрепили плохо, материалы по полгода лежали неприкрытые на голой земле. Мы ходили, смотрели, как они делали и ужасались. И люди уже стали обращаться даже до этого, до вселения в этот дом. Писали и жалобы, и куда только не обращались. Вот я, например, ходила к Чужбинкину, ходила в администрацию. Я ходила к Жубаркину. И тот, и другой на вопросы сейчас отвечают в другом месте. В прокуратуре о проблеме знают, регулярно пишут ответы. На застройщика заведено уголовное дело, он в розыске. Жителей судьба недобросовестного бизнесмена не интересует. В квартирах скапливаются килограммы переписки с властями и фотодоказательства аварийности дома. У меня даже письмо есть, что я отказывалась переселяться в этот дом. А мне с Ивановской районной администрацией написали, вы сначала давали согласие. Я сказала, я давала согласие в нормальный дом, а не вновь аварийный дом построенный. С аварийного в аварийный дом переезжать я не собираюсь. Они сказали, ну вас все равно снесут. В 30 квартирах живут переселенцы из аварийного жилья в Ивановском районе. Из Зеленого городка, Лебяжьего луга, Стромихина и Озерного. Жители рассказывают, им предлагали приватизировать квартиры, обещали помочь, ускорить процесс. Но желающих не нашлось. Мы прописаны в Коляново, живем в Коляново. А за нами, мы муниципальное жилье, почему-то платим свою администрацию в Озерную, с Озерного, почему-то платим в Озерную администрацию. Непонятно, почему такое. До сих пор дом мотается в воздухе. Никто его не принял. Анна недоумевала, откуда в новой квартире сквозняки, пока не нашла трещины в стене. Окно держится на честном слове. Женщина опасается, что пока на жильцов не обрушится этот дом, власти им не помогут. Дом вообще не утепленный, утеплителя никакого нет. И ребенок постоянно болеет, потому что везде сквозняк, везде щели, дыры. Мы приходили из прокуратуры, уже два раза сказали, вам синие палатки устранят. Но мы уже писали, звонили. Ну так же, они отводят руками, что застройщика сейчас не могут найти. Обращается в Коляновскую администрацию. В Коляновскую администрацию обращались, нам на это ничто не ответили. На нас вообще никак не реагируют. Отделочники любовно застелили полы в подъезде линолиумом. Зимой после уборки покрытие больше напоминает каток. Активисты движения «Народный фронт» провели исследование и выяснили, в регионе множество таких домов. Для них даже понятие ввели – новое аварийное жилье. Холод, плохая звукоизоляция, трещины на стенах, перепутанная электропроводка, постоянные отказы газовых приборов отопления, кривые стены, кривые полы. Как будет решена проблема и кто понесет ответственность за такое строительство, пока непонятно. В среду, 6 августа, в Доме национальности пройдет круглый стол на тему нового аварийного жилья. На нем встретятся несчастливые переселенцы и представители власти. Жильцы надеются, что их жалобы будут услышаны. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.